я родился в городе ташкент в республике узбекистан очень энергичный ребенок и так получилось что я убежал соседний массив где непосредственно ну с ребятами мы играли в мяч представьте я четырехлетний ребенок который попал в трансформатор реально сильные врачи были раньше которые творили то что вот на сегодняшний день ну никто не поверит слава всевышнему я сейчас нахожусь здесь потому что на то была его воля не зазря то что вот вы можете обратить внимание визуально у меня родители как бы к этому относились так как просто все нормально я наоборот я выполнял самого детства то что многие дети не могли выполнять образно я поднимал столько сколько не поднимает другие я делал то то что не делают другие как бы все это всех ранних пор и зарождалась и вкладывалась и соответственно вам не развивалась что вот к этому дню я поэтому придя я опять же исходя из своей деятельности любимого хобби спорта аром рестлинг я достиг того кто не достиг еще до меня и до сегодняшнего дня то что сделал я это были я точно помню 90-е года это любительство заложилось все с улицы где мы с мальчишками любили на руках побороться при любых обстоятельствах я услышал проводят оказывается официальные профессиональные чемпионаты что меня это очень удивило потому что ну как бы я любитель с улицы я начал профессионально тренироваться уже полным упором говорится с большими нагрузками как бы целенаправленно чтобы среди профессиональных спортсменов стать лидером мой профессиональный спорт это моё хобби моя работа и моя деятельность никак не связано со спортом у меня два высшего образования первое мое высшее соответственно я экономист промышленности ну и второй я только вот буквально двух тысяч двадцать четвертом году но уже как бы ну ладно давай и закончим физическую культуру и спорта я закончил кфу соответственно магистратуру и среднепрофессиональная я программист когда ты занимаешься и у тебя в жизни присутствует несколько направлений это очень интересно и одно другому не мешает и наоборот даже дополняет потому что как бы главное любить свое дело в арм рестлинге пришел опять же бороться среди олимпийцев олимпийцы это те кто соответственно не умеет не имеет никакого нарушения по здоровью и среди них соответственно выполнил официально норматив мастера спорта но подчеркну что придя к этому за это пришлось очень долгие года заплатить на протяжении четырех лет моих упорных трудов и проигранных чемпионатов в год проходили 4 чемпионата на протяжении четырех лет это 16 чемпионатов чтобы прийти к успеху надо проявлять огромный сабар и вот я заплатил этим сабаром на протяжении четырех тех лет в начале и на протяжении четырех этих всех лет вкладывал поддерживал и просто моим железным огромным стеной опоры это был отец вкладывал то что описать это сложно это вот тот и фундамент железный соответственно который он не передал и проявился спустя вот эти все года после чего на 5 упорных моих лет тренировок трудов я среди олимпийцев стал номером один 2009 год я начал собирать свою коллекцию медалей среди олимпийцев официально выполнил мастера спорта республики узбекистан после чего в республике узбекистан когда увидели это то что я сотворил ну как бы прозвали легенды и по сей день в мире нет такого спортсмена который бы окажа оказавшись в таком положении и и официально попробовав и выполнив это еще нету поэтому как бы я этим очень горжусь потому что как бы это не передать те чувства когда ты делаешь то что не сделал еще никто до тебя это на как-то движет и очень вдохновляет я являюсь четырехпятикратным чемпионом гуру ташкент чемпионом азии и моя профессиональная карьера в республике узбекистан вся на протяжении 10 лет пока я поднимал флаг республики узбекистан она была у меня среди олимпийцев имея определенное нарушение по здоровью смог выступить иметь возможность выступать среди олимпийцев ну так получилось что руководство республики узбекистан знаю что существуют международные правила которые противоречит моему выступлению участию среди олимпийцев где сказано что обязательно спортсмен должен второй рукой держаться за поручень соответственно чтобы была опора так как ну это физически невозможно никак и было принято руководством решения переехав сюда в республику крым соответственно на историческую родину предков только здесь и я уже подался соответственно в пара армрестлинг среди паралимпийцев за моими плечами профессионального выступления в армрестлинге уже более 20 лет на сегодняшний день это редкость на первом чемпионате россии выстрелю и по сегодняшний день это с 19 года и по сегодняшний день я на протяжении пяти лет являюсь чемпионом россии являюсь чемпионом кубка россии 2022-2023 года также являюсь обладателем такой награды как лучший спортсмен россии 2021 года я первый и единственный кто из всех 107 видов спорта в республике крым я первый кто привез такую награду спустя два года за двадцать третий год я опять показываю максимально самые высокие результаты по своему виду спорта и меня вновь мне присуждают награду лучший спортсмен россии 2023 года и опять же второй раз в республику эту награду привожу только я в 2021 году первым моим выездом в румынию бухарес стал чемпионом мира финале и супер финале попался мне спортсмен из грузии очевидно было спортсмены готовили бороться за золото на кону просто стояла вся жизнь за эту медаль мы воевали и получилось так что мне хамдулла удалось одержать верх над ним сделать то чему я обучен то что я умею и показать и доказать кто лучшим в мире эту золотую медаль забрал я и привез в республику крым на свою историческую родину и выполнив на этом не чемпионате мира мастер спорта международного класса и это звание у меня уже второй страны на сегодняшний день я первый единственный в мире кто имеет мастер спорта международного класса двух стран уже выступая со своей исторической родине я мечтал это честно я наверное я самый богатый человек на земле поймите всевышний не каждому может подарить он не одарил вторую профессиональную жизнь мой отец долго ждал увидеть медаль чемпионата мира когда в 2000 двадцать первом году так получилось что во время этой сильной пандемии коронавирусной ну где соответственно большому сожалению так получилось что родители за заболели и попали в больницу после чего соответственно я тоже очень серьезное поражение было вернувшись домой узнал что отца уже нет живых и никогда жизни представлял что своего самого дорогого человека не смогу проводить последний путь поверьте мне не каждый это перенесет я сильный человек но это это испытание насколько ты сильный семья это самая первая опора это настолько влияет настолько помогает и поэтому это играет на самом деле в профессиональной карьере очень огромный смысл огромную роль две прекрасные дочери которые реально это огромное счастье это самое огромное мое богатство единственно на моем примере можно понять одно что все возможно главное захотеть мои все желания вот в армрестлинге они сбыты я я честная я я я счастливый человек